В этом году в трудовое законодательство в сфере охраны труда претерпело немало изменений. Теперь работодатель сам должен рассматривать и учитывать причины микротравмы сотрудника на работе. Также руководитель отныне обязан отстранить подчиненного от трудовой деятельности, если тот не пользуется средствами индивидуальной защиты в определенных условиях. Объяснили на семинаре и новый порядок обучения работников. Кстати, очень часто возникали такие вопросы, в какой день нужно провести именно этот водный инструктаж. В день приема работника на работу, или через неделю, или через месяц. Точных указаний не было, но мы ориентировали специалистов по охране труда на то, что в день заключения трудового договора должен быть проведен водный инструктаж. Сейчас в новом порядке уже определены сроки. В течение 60 календарных дней с момента заключения трудового договора должен быть проведен водный инструктаж по охране труда. Если раньше при прохождении обучения сотруднику выдавали удостоверение, то сейчас достаточно протокола, говорят специалисты. Не обошли стороной на семинаре и важный вопрос о специальной оценке условий труда. Изменения в трудовом законодательстве больше акцентируют внимание на безопасности сотрудников. Перед тем, как начать проведение специальной оценки условий труда, работодателю необходимо найти организацию, которая будет это проводить, заключить гражданско-правовой договор с этой организацией и определить рабочие места, на которых будет проведена специальная оценка. Создать комиссию и график утвердить проведение специальной оценки условий труда. Представители исполнительных органов власти, специалисты по охране труда и работники кадровых служб. Сегодня именно для них Госинспекция труда проводит семинар. Обсуждают здесь также и проблемы, с которыми чаще всего сталкиваются сотрудники. Непрофессионально устроена работа в этом направлении, то есть работодателям допускаются нарушения в этой части. Это также проблемы и в кадровой политике, в кадровой части и в уголтере. То есть это комплексные меры, которые нужно принять работодателю для восстановления трудовых прав работников и в дальнейшем, чтобы не нарушать эти права. Незнание закона не освобождает от ответственности, поэтому участники семинара информацию взяли на карандаш. Такие мероприятия Госинспекция труда планирует проводить на регулярной основе. Хавагазикова Ахмед Горбаков. Новости 24.